Всем привет! Сегодня у нас очередное бьюти-видео о красоте и косметике. Постараюсь максимально чаще эти видео такие снимать, потому что они вам нравятся, как вы сказали, возвращают к нормальной прежней жизни. Сегодня мы немножко поговорим о тональных кремах на лето. Я вот здесь сразу говорю про Турцию, про сильное адское солнце, про SPF хороший, который нужен. У меня, знаете, не срослось так, что SPF сначала наношу, потом какой-то тональный крем или еще что-то, ну, BB там, CC и так далее, прочие истории, там, или консилер. У меня все SPF, они как-то скатываются, неприятные на коже, короче говоря, тандем не получается. Поэтому я всегда на лето здесь смотрю себе тональное какое-то легкое средство, чтобы там уже был хороший SPF, все это замешано сразу было, потому что есть гарантия того, что эти компоненты объединены, не будет колбас на лице, скатываний таких, полос каких-то, неравномерностей нанесения и так далее. По поводу тональных, я во время снимки видео, я использую плотные тональные кремы, вот я с вами поснимала, например, потом пошла, умылась, и на улицу я так не выхожу, очень-очень-очень крайне редко или там, ну, прямо вообще, короче, у меня таких случаев, чтобы я каким-то плотным тональным средством пользовалась для лета, потому что забивает поры, да еще, короче, цвет течет, это жесть вообще, это очень неудобно, и от этого очень-очень давно, раньше, когда ты пользовалась, теперь вообще такая жарадская, что просто у тебя все стекает, то есть нанести его, по сути, полноценно плотный тональный крем в Турции ты не можешь, если на улицу как выходить, я не представляю, у тебя течет, у тебя не наслаивается даже, не прилепляется, потому что у тебя уже потеет кожа, она такая, знаете, вся какая-то, все по ней ездит, ерзает и так далее. Ну, из плотных я показываю, что у меня остается добивая Fenty Beauty, я вам показывала, у меня 150-й профильтр для жирной кожи, неплохой, хороший тонак, но не, короче, они в принципе на Estee Lauder, повторила Estee Lauder, я вам сейчас покажу, это классика, я не знаю, у меня шестой, наверное, флакон, думала не буду, они сменили формулу, немножко он стал какой-то полосить, в поры западать, но все равно приобрела, просто это самый, наверное, один из лучших плотных тональников, ну, просто, короче, будет пригодиться, использую, так как я их очень долго, потому что только для видео, короче, тратится мне эта история долго. Почему я его купила, потому что вот этот 150-й, на зиму у меня был довольно-таки желтый, сейчас он мне больше к лету подходит, и здесь у меня 1N2, это классика жанра, не будем даже тут особо останавливаться, но могу одну ответить, про него сказать, что они 100% изменили формулу, я повторюсь, вот здесь в вкладках, он очень сушить стал, поры подчеркивает, заваливается, и ладно бы у меня, у моей подруги, которая тоже годами любила этот тональник, у нее точно такая же реакция, мы поняли вдвоем, что что-то здесь не то, у нас разный тип кожи, а вот минусы у тональника стали очень похожи, однозначно формула изменилась, хотя они об этом нам не говорили, официально вроде бы не заявляли. Следующий плотный тональный, который я закажу, который я приобрету, попробую, это Huda Beauty Pro Filter, вот этот мат тональный крем, мне попался пробник, он реально очень матовый, прям железобетонный, хоть и пахнет там какими-то парфюмами и так далее, не очень всем подходит, куплю попробовать из таких твердых, плотных, не стекающих в зону декольте, вот на уровне Estee Lauder. И про Huda Beauty закончу, у меня самый любимый консилер, это Huda Beauty Pro Filter Matte Concealer, так он вроде называется. Короче, раз, если покупать, а оттенков нигде нет, потом, короче, путем злоключений за две недели я где-то нашла информацию, поняла, что они перевыпуск делают этого консилера, они его остановили в производство, и я его нигде приобрести не могла. И выпуск у них будет где-то а-ля там 15 июня, новые, блогерам они уже разослали, я уже нашла эти всякие по хэштегам видео в интернете, консилер производится, они его переделывают, там будет другая, сейчас он был с носиком, таким железным утюжком, будет он в виде, как сказать, ну как блеск для губ, да, то есть с маханаточкой такой на кончике, огромного такого размера, типа, знаете, как шар, тарт-шейп-тейп, вот, жду, когда появится, сразу побегу покупать, отзывы опять-таки, что он фундаментально прям вообще матовый, не скатывающийся, и такой вообще замечательный, крутой, короче, я обязательно его куплю, потому что предыдущие, они типа его еще улучшили, если в прошлые качества не потерялись, они стали только лучше, усовершенствовали, я буду только рада, был офигенный консилер, мне больше ничего кроме него не нужно. На данный момент почти закончился, заканчивается Fenty Beauty, опять тоже 150 у меня, мне не понравился этот консилер, это тоже профильтр, сели их, не хочу повторять, это вообще крайняя, короче, штука, которую я попробую, вот, если вообще ничего в магазине не осталось, и капец, как нужно срочно что-то купить. Он хуже еще, ну не хуже, мне меньше нравится Nars вот этот, я уже думала, вчера стояла, в самом деле, в Сифории купить его нет, верти, в руках не стала покупать, подожду две недельки доходы. Почему? Nars мне вообще не нравится, он какой-то резиновый, он резиновый, да, он, короче, скатывается, фигня полная, уже лучше гораздо придумали формулу, Mars был, Mars, господи, Nars был актуален, там, блин, 7 лет назад, когда он был в топе на YouTube, но сейчас уже лучше есть средства, это получше. Почему мне не нравится этот консилер? У него очень маленькая, короче, способность, то есть он не супер, короче, как его позиционируют, как тонак, например, плотный, хорошо перекрывающий, он очень легкий для меня, вот, короче, с худой битой не сравнить, плохо перекрывает, быстро исчезает из-под зоны для глаз, то есть он нанесла, вроде бы, раз, пару часов прошло, и как будто ничего там и нет, короче, понимаете, да? То есть он не скатывается, конечно, колбаса, это плюс его, но ощущение, он куда-то улетучивается, как будто вы его и нет, короче, такое себе, мне очень нравится плотный какой-то консилер, например, зону, там, брови оформить, да, почистить вот это, что-то бровями там где-то накрасил, намазал, не подходит, он такой жиденький, короче, ничего особенного, очень многое можно найти аналогов среди недорогой косметики, типа, как их назовем, масс-маркета, короче говоря, ничего суперского вообще, я думала, это гораздо лучше, будет. Так, и теперь давайте расскажу о легких тональных кремах с SPF, которые у меня есть на это лето, Airborian я вроде вам уже показывала, Clear оттенок я вам показывала, у меня уже заканчивается, вот здесь вот так осталось, наверное, примерно где-то, очень классный, мне подошел этот оттенок, здесь сколько у нас, ну, короче, BB крем, да, миллилитров не вижу, а, 45, классный, холодный такой, землянистый оттенок мне очень нравится, но здесь очень мало SPF для Турции, для России, может быть, для, там, Белоруссии и так далее, здесь SPF 20, sunscreen, это ни о чем для меня здесь в Турции, мне надо 40-50, многие тональники идут с таким SPF 15-20, он очень быстро утекает летом, с лица сбегает, чисто, знаете, так выровнять оттенок кожи, у меня там конопатости, веснушесности и всякая эта история, вот здесь на лбу особенно, у меня лоб очень быстро загорает, чтобы больше открытого пространства, ну, короче, такое себе, оно классное, но не для Турции, SPF очень мало, если я им пользуюсь, то у меня все равно загар на лице появляется, так как я даже летом использую кислоты, для меня это не очень подходящий, только на паспорную погоду, ну, в общем, на зиму окей, можно, я вот всю зиму, по сути-то, и пользовалась, поэтому здесь мало осталось, если я совсем, знаете, такой момент, не знаю, что купить, и мне выбора нет, то я куплю еще раз, но буду знать точно, что для сильного жаркого солнца мне не подходит, ничего не перекрывает, SPF маленький, пигментные пятна, привет, вся история все равно продолжается, но само средство неплохое, и то, что мне не очень нравится, но я остаюсь на этом средстве, это It Cosmetics CC крем, вот такой вот он, как назовем, зеленого, голубого оттенка, это для матового эффекта, для жирной кожи, здесь у меня один мой старый, а этот новый я недавно приобрела, старый, это был оттенок Fairlight, а новый Fair Ivory, вот он очень светлый, может нанесем, давайте капну чуть-чуть, он чисто мне на зиму, Fairlight у меня зимой был очень темным, ну знаете, тут нет, в принципе видно разницу, видите, вот этот очень-очень белый, светлый, а этот очень-очень темный, вот тот, который темный, вот он мне сейчас более-менее подходит, тот, который светлый, он прям на зиму в основном, или его можно еще разбавлять, у меня всякие разбавлялки, ну очень, да, разница в оттенке очень большая, то есть я буду пользоваться, когда чуть-чуть загар сойдет, осенью, зимой, например, почему я выбираю это средство? Мне не нравится его консистенция, я буду довольно-таки трудно наносить кисточкой, не прям уж прям полосит, у него небольшое, не супер, короче, круто он что-то покрывает, но SPF очень крутой, если ему воспользоваться, я сразу вижу, например, там плечи где-то, шея, ну шею вообще тоже берегу, мне нельзя шею загорает, короче, вот это и вот места, например, да, видно красные или потемнели, а лицо оно все равно белым остается, то есть если когда смыла косметику, у меня ощущений даже покраснений никаких на лице нет, то есть непробиваемый вообще несколько часов на солнце, в общем, а ну потому что здесь SPF 40, представляете, короче, как SPF продукт, это работает, как вот, например, для Турции, куда-то там выйти, какое-то время побыть на солнце, это рабочая история, я советую девочке, не знаю, есть ли полноразмерки, ну, всякие сайты, тоже перекупы есть в Турции, это с Америки ажи, я однако любить покупала, можно посмотреть в каких-то сайтах, типа там какая-то онлайн-эзонет, что-нибудь такое, да, типа онлайн-аптека, там тоже есть косметика всякие, там продаются филорги и там подобное, кто там еще, Бобор или кто-нибудь, в общем, Сатис тоже профессиональный, всякая косметика, в общем, можно поискать, я думаю, что есть где-то здесь, с удовольствием буду пользоваться из-за хорошего SPF, вот это гарантия 100%, ничего у тебя лишнего нигде не вылезет, всяких пигментных пятен, не загорешь, это рабочая история, консистенция не очень приятная, повторюсь, кисточкой, ну, не прям полосит, надо приловчиться, короче, но если спонжиком, бьюти-блендером наносить очень много съедает, а так, если крем легкое покрытие, а то с бьюти-блендером вообще там ничего не останется от него, в общем, пальцами тоже, я не люблю вообще косметику пальцами наносить, мораться, я люблю кисточки чем-то там, не руки потом, все это запачканное, вокруг грязное, я в этом плане такая неряха, вот, но вот это мои фавориты остаются, пока что вот так здесь в Турцию, по-другому никак, Fair Light прям на лето, а оттенок Fair Ivory прям такой на зиму светленький, но я сейчас, честно говоря, подмешиваю два вместе, тогда смотрится нормально, это прям вообще Fair Ivory, ну, прям вообще выбили, ну, видите, он прям светленький такой, рабочая история, вот кто в жарких странах, у кого солнце активное, присмотритесь, вот реально клево, а вот это, это больше Россия, Европа, Азия, например, уже азиатский, он тоже здесь в Сифоре нашей, кстати, продается, еще хочу отметить, что я нашла на сайте турецкой Сифоры всего лишь один миллилитр в маленьком объеме, типа, ну, минька Tarte Shape Tape консилер, продается там три оттенка, один такой остался, блин, он стоит чуть-чуть, 300-400 лир, как нормальный какой-нибудь консилер обычный, там один миллилитр всего, я очень хочу Shape Tape попробовать, вот, все, думаю, приобрести, нет, попробовать эту малявочку, вообще, короче, может, узнает, кто здесь в Турции, вы находили сайт, где, может быть, перекуп, перепродают Tarte Shape Tape, я нашла одно место, там такая цена, типа, а-ля, тысяча лир за консилер, только палетка Наташа Динона стоит, так что это того не стоит, короче говоря, мне проще его привезти через кого-то, где-то купить в Европе и так далее, чем это дело здесь, короче говоря, покупать здесь на месте, в общем, жду ваших комментариев, что скажете, чем вы пользуетесь, какими тональными средствами, именно SPF, хорошими защитой, тональность SPF, я имею в виду, сейчас летом, очень интересно, особенно для тех, кто живет в теплых странах, у кого детективное солнце, это очень чувствуется разница, когда с SPF средствами тональными, как без. Жду ваших комментариев, спасибо всему за внимание, мне очень приятно, что вы ставите лайки, пишите комментарии под этим видео, потому что они очень популярны, и вы меня, скажем так, подбадриваете. Спасибо за внимание, всем пока.